Как бизнесмена, да? Потому что вот я обычный человек, может быть кто-то там учитель, кто-то еще какую-то профессию. А вот перед нами живой, например, миллионера. Миллионера, который у нас вместе с нами в этом проекте, то есть объединенный этими целями. Хорошо, я постараюсь, да, кратко, потому что кратко, сестра таланта, я этому учусь никогда, да, особо не говорил. Сегодня, девчонки, поздравляю, молодцы. Первый раз, да, практически. Второй раз, ну, я чуть-чуть уже больше. Почему я здесь? Ну, потому что по жизни я оптимист, и с 2000, вот, я как бы вам, мужчины, рассказываю, да, с 97-го года в году я женился, в 2000-м году мне поставили диана с бронхиальной астмой. У меня была, помимо бронхиальной астмы, я прошел эти все насечки, у меня была аллергия на все, на все, что только можно было. Я не говорю там за пыль, но самое главное, чтобы было, получается, пылевой клещ. Многие его не знают, если кому интересно, просто заедайте в ютубе, что такое пылевой клещ, посмотрите на его фотографию. Страшная штука. Его увидеть можно только под микроскопом, а реально, вот вы сейчас все многие улыбаетесь, у вас у всех, если еще не сильно, то какие-то моменты срабатывают, это пылевой клещ. Здесь, я, ну, тут его тяжелее будет найти, потому что тут нету штор, тут нету подушек, тут нету матрасов, ковров, да, и всего остального. Значит, объездил я все санатории, с Солотвина, только в Донецкой области я не был, под Краковом. За три с половиной года съем слепых зондирований, потому что я понимал, что это у меня все внутри. Ну вот, как Саша сказал, за армию, откуда мне это все взялось. В девяностом году я служил в Дрездене, и мы выводили войска и зачищали территорию. Набрался тяжелых металлов. Тяжелые металлы просто так, как сходить в туалет, не выходят. То есть они там сидят годами, мы думаем, от чего у нас что-то болит, а оно все болит и болит. Головные боли появляются все больше и больше и больше. Ну мой оптимизм мне внушал доверие, хотя все виска крутили, говорят, ты предприниматель, у тебя люди работают, и ты не пользуешься, не берешь эту группу. Познакомившись с этим продуктом в Америке, узнав от Елены, что он появился в Украине, я тут же купил, как сейчас помню, по пять пакетиков, на второй день уже такой радостный, думаю, я же уже его ем, слава богу. Тут самое главное, что тут черный кмин, потому что я уже до этого ел черный кмин полтора года, потому что не помню, откуда начитался, что именно он работает с астмой. Значит, через полтора месяца я перестал брызгаться, еще через месяца три или два, я жене говорю, ты ничего не замечаешь, просто мало того, что приступы, я не мог проснуться, открыть вот так одеяло, насморк, встать босыми ногами на ламинат, насморк на полдня, с друзьями пожарить шашлык, потому что это все капец, полтора дня выпало, покупаться в речке, то же самое. Ну, инвалид 40 лет, просто инвалид уже, да? И тут такое чудо, жена говорит, слушай, я сейчас опять скажу, скажу, что накаркала. Наблюдала она почти пять месяцев, потом сама, зная свои проблемки, решила принять для себя решение, попробовать вместе со мной, потому что результаты увидела. Сейчас моя семья за всю зиму, могу сто процентов уверенностью сказать, если мы купили в аптеке раза два, этот, как его, миновазин, это все. Не это намазывать плечи, если где-то просквозил. Капли в нос, которые я покупал себе, называются, сейчас они, я узнавал, 150 гривен, специальный антиаллергенный спрей. На беременно. Как? На беременно. Не, не, не. Ну, не важно, забыл, уже забыл даже нормальный. Очень хорошо. И это уже не важно. Ну, да, для многих это слышали. Именно только вот, как бы, для аллергии. Дети сидели на иммобулайзере последние несколько лет, потому что насморки, сопли, гаймориты последние годы, это просто невыносимо было. Минимум назначает Быховец антибиотик, 10 дней, 690 гривен. Пропиваем, приезжаем. Я говорю, ну, вы по-родственному самый дешевый дали? Ну, Вова, это французский, это самый нормальный. Говорю, ничего не проходит. Он говорит, ну, ты понимаешь, наверное, этот не подошел. Поехали в Славию, на Рокоссовску, другой какой-то там за 400 или за 500 купили. После этого же надо пить, там, какие-то искать пробиотики, восстановление микрофлоры. Я снял видео, я им горжусь, 3-4 капли разводите на 2 пипетки воды. Я понимаю, что, может, кто-то что-то другое изобрел, делитесь, рассказывайте. Потому что, как сказала Кристина Кук на выходные, когда мы ездили в Киев, разработчик этого продукта, она говорит, мы даже, говорит, не догадываемся, насколько, говорит, мы сильно сделали мощный продукт. То есть, допустим, я 4 дня общался с доктором Виноградовым, он мне сказал, говорит, Вова, это сильный продукт. Но, говорит, чтоб ты понимал, вот этим продуктом я могу почти все лечить, начиная с капелек. Соль? Соль, да. Потому что то, что разработали американцы 15 лет, разрабатывали, они сами до конца еще и не поняли. То есть, говорит, просто еще взрыв волны вот этого черного тмина, на котором основано, вы, говорит, себе не представляете. Пройдет время, когда будут его не просто его есть на каждом углу, просто, говорит, даже будут... В Германии разрешено протоколом. Кто не знает, продукт Рейн разрешен в медицинских протоколах. Так, Саша, да? Вот. В завершении скажу, почему я тут, как бизнесмен, ну, все мы положим руку на сердце, да, мы же за спасибо на Майазине хлеб не продадут. На море мы за спасибо не съездим. Поэтому мы все зависим материально. Материально нас делает свободным по перемещению по миру, смотреть красивые картинки, улыбаться, получать от жизни удовольствие, для чего она и создана. Поэтому я, заработавший один миллион, могу заработать второй. Когда спрашиваем у миллионеров или миллиардеров, расскажите, как вы заработали, он говорит, про первый меня не спрашивайте, потому что, понятно, он его украл. За второй, за третий, он рассказывает честно, потому что он уже на тот украденный купил заводы, пароходы. Я работал днем и ночью, сейчас жена мне говорит, слушай, ну получается 20 лет мы вместе, первые 5 лет я тебя не видел, потому что я в 6 вставал, в 12 приходил. То же самое сейчас у меня практически. Я от телефона не отрывался, от этих телефонов не был. Но зато я могу смотреть вам честно в глаза, потому что кому я помог, тот-то вот сидит в зале, Дима там, допустим, да, чуть-чуть и финансово, и по здоровью там. Кому-то еще там, Светлана, с которой познакомился, на площади, с которой они виделись в 15 лет, оказывается, учили в школе, жили в соседних домах, и так далее, и тому подобное. Говорить могу долго, до бесконечности, не хочу занимать вашу драцей на времени. Просто попробуйте, кто не пробовал, попробуйте, кто не слышал, услышьте, разберитесь. Тут настолько все понятно, чайная ложка, с утра чайная ложка, вечером, и будет у вас великолепно все здорово. Да, кто-то хочет еще заработать, можно еще и заработать. Потому что у нас у всех, я сегодня разговаривал, приехал до Дерека Растекло Плюс, соседнее предприятие ищет 100 работников, там сгорел завод, сейчас новый завод открыли, нету людей, вы ехали в Польшу на заработки. Все ищут заработок дополнительно. Поэтому мы здесь, если у вас не будет здоровья, вы ничего не сможете заработать. Сначала получите глоток энергии и здоровья, а потом уже зарабатывайте деньги и все остальное. Спасибо большое.